Добрый день всем, или, наверное, добрый вечер. Меня зовут Дмитрий Ефименко, я работаю в Харькове. Работаю я в продуктовой команде, мы разрабатываем свой собственный продукт, который касается платежей банковскими картами в сетях самообслуживания и в интернет-эквайринге. Это сайты различные, порталы, сервисы и так далее и тому подобное. Работаю я таким странным индейцем, я занимаюсь и менеджментом, и аналитикой, и архитектурой, и являюсь киоинженером и менеджером. Но я считаю себя инженером, то есть я тот человек, который решает чьи-то проблемы. Таким образом можно твитить сегодняшний наш разговор про качество продуктовой команды. Итак, какие цели? Ну, один гениальный поэт сказал когда-то вот такую фразу. Понятно, что шутки шутками. Я хочу поделиться своим видением на качество, системы качества, команды, которые работают в условиях постоянно растущего качества, жизненный цикл фичи, а также о паттернах мышления и принятия решений, которым этому всему способствует. А также поделиться проблематикой и видением архитектурных аспектов и прочего всего такого интересного, то, с чем мы работаем каждый день. Почему проблема острая? Потому что подавляющее большинство программных продуктов делаются приблизительно так. Несмотря на то, что все очень начинается хорошо, внедряются замечательные практики, собираются исключительно умные люди, все равно на выходе получается откровенная нехорошая вещь. И многие системы качества, они на воспроизводство заточены. То есть меня это просто разрывает. Иными словами, если у вас Г, то это Г у вас будет постоянно. То есть такое постоянное, неунывающее, неизменное Г. Что же делать? При этом все, конечно, занимают такую позицию, что нет, нет, мы за качество боремся, у нас качество никто не обижает. На словах это все, конечно, звучит хорошо. На конференциях, тусовках все начинают меряться качеством. Но в реале мы все прекрасно понимаем, что все чуть-чуть не так. Кстати, какое настроение у Шелдона? У него зеленая футболка, хорошее настроение. Собственно говоря, что такое система качества? То есть традиционно принято понимать, что система качества для разработчика – это нечто такое, набор каких-то объектов, правил, людей, процессов, практик, которые не позволят его ошибкам попасть на бой. У менеджера этого программиста совершенно другое понимание, что такое система качества. Тестировщика – третья, у бизнесмена – четвертая. Есть даже целая наука, это наука о системах качества, в основном такими научными изысканиями занимаются американцы, у них есть на это время и деньги, и у них есть такая замечательная парадигма Total Quality Management. Ее отцом является тот самый Деминг, который явился отцом японского экономического чуда – Деминг и Шухарт. И вот он сравнивает бизнес с мячом на палубе корабля. То есть реальная жизнь постоянно палубу качает, и вы постоянно мячом должны балансировать. То ли вы его тянете, то ли вы его толкаете, то ли вы его подвешиваете на каких-то растяжках. То есть система качества – это в общем смысле та штука, которая позволяет вашему бизнесу оставаться на плаву, или как говорят американцы, быть на коне. И в TQM есть такая замечательная концепция, которую потом приняла себе Lean. Это то, что вы либо через год должны продать за 100 долларов тот девайс, который вы продали сейчас за 120, либо за 120 долларов продать девайс, который гораздо более крутой и навороченный. Вспоминаем, да, это основная концепция бережливой разработки. Больше фич за те же деньги, либо те же фичи за меньшие деньги. Но это не все признаки системы качества и того, что она есть. Например, понятие quality assurance, quality improvement, довольна ли команда тем продуктом, который они делают, довольны ли покупатели тем продуктом, который они делают, или они его покупают только из-за того, что на рынке просто тупо нет конкурентов и так далее. То есть система подразумевает под собой достаточно сложную штуку. Соответственно, что такое система качества для команды? Она, во-первых, должна абсолютно всегда иметь некое содержание. Команда, бизнес должны договориться, что входит в качество. Если в качество входит вот то самое воспроизводение, то есть постоянное какое-то качество, но не выше планки, окей, хорошо. Если входят какие-то принципы бережливого производства, еще лучше. Если входят какие-то принципы роста, какие-то критерии роста, что вот мы там должны в галактику завоевать завтра в 12, и это хорошо, это качественно. То есть должны определиться, что является качеством. Потому что очень часто приходишь в команду и спрашиваешь, Дима, будут все слайды, можно не фотографировать. Приходишь в команду и спрашиваешь, что такое качество, вот блиц-опрос, и у всех сидит, допустим, 7 человек, которые находятся в одной команде, у всех разное понимание. Во-вторых, системность. Система качества должна охватывать все аспекты жизни команды, все аспекты жизни бизнеса. Если что-то останется неохваченным, но оно каким-то образом влияет на деньги, то вы получите на выходе совершенно невоспроизводимое качество, либо наоборот его падение. Любая система – это набор сдержек и противовесов, набор компромиссов. Чем-то приходится жертвовать, чему-то уделять больше внимания, чему-то меньше. И делать это приходится постоянно. При этом все время приходится менять это под текущие потребности рынка, потому что рынок все время бросает челлендж. Помним, да? Палуба, мячик, мячик все время пытаются куда-то укатиться. То есть скорость изменения, причем не только скорость изменения функциональности вашего продукта, но и скорость изменения ваших практик, подходов в команде, метрик, критериев той же самой, что такое наше качество, содержание. Это тоже адаптивность. Зрелая команда. Под каждый продукт нужна команда со своим пониманием зрелости. О зрелости мы будем говорить позже. Без зрелой команды, без людей, которые систему качества воспринимают как свой образ жизни, это не работает. Приоритеты и вытягивающие принципы. То есть идет постоянная приоритизация, вот только что говорили, что тестировать, что не тестировать на предыдущем докладе. Тестировать то, что нужно. Как определять, поговорим позже. Начинаем меряться качеством. Для понимания, вот это скрины с системы управления тест-кейсами, то есть 7624 теста на 26 ноября по одному из продуктов. Это то, с чем мне приходится работать и моей команде приходится работать постоянно. Автоматизированный, сразу отвечая на незаданный вопрос, чуть больше половины. Да, это боль, и мы к этому стремимся. Система должна работать. Это бактрекер того самого проекта. Четыре бага, из них два вопроса. Это они же через полчаса. Метки времени отмечены красным. При этом продукт, естественно, живой. 158 фичи реквестов. В текущий момент времени, вот метка времени есть. То есть, если вы каким-то образом допускаете, что ваша система качества имеет какие-то хаки, окна, какие-то, скажем так, ну я все понимаю, но вы и войдите в положение бизнеса, то у вас порождается что? Технический долг. То есть система качества тоже подразумевает, что технический долг был, есть и будет. Ошибки инженеров, неоптимальное решение, это неотъемлемый атрибут нашей работы. Мы все люди, мы ошибаемся, но она все равно должна работать. Кстати, месяц назад бактрекер выглядел хуже. Итак, приоритизация. Еще Сократ говорил, что если ты делаешь то, что нужно, то тогда тебе будет успех. Проблема заключается в том, что люди, как говорил Михаил Михайлович Жванецкий, упорно ползут на кладбище. Они не хотят и не могут делать то, что нужно. Есть три вида инженерных задач. Хрен его знает, как ее сделать. Небольшой перчик есть, но индустриальные стандарты позволяют рассчитывать на то, что она все равно будет сделана, ну может быть чуть дольше, потому что уже решение есть. И рутина. Исходя из этого, я всегда даю задачу. Вот есть нужные и понятные фичи, желательные и понятные фичи, обязательные и непонятные фичи и желательные и непонятные фичи. Это с точки зрения обязательности для продукта и с точки зрения прозрачности реализации. 99% людей именно в таком порядке располагают приоритеты своих задач. После чего, конечно, если это моя команда, кто-то вовремя не сделал вот так, то я беру самый лучший motivation tool всех времен и народов. Займусь пошлым самоцитированием. Два года назад я написал статью, в которой подробно расписал принцип minimal value of product, это два верхних квадранта. Непонятные фичи – это фичи масштаба проекта, риски масштаба проекта. Если вы их не сделаете, не проясните на самом начальном этапе, то все, труба, ваш проект можно закрывать. Фича очень нужна и понятно, как ее делать. Это вот те самые 20% вместе с первым квадрантом, которые делают 80% работы. Два верхних квадранта – это минимум value of product. Приоритет третий – это маркетинговый шум, то есть фичи желательные и понятно, как их делать, которые позволяют вашим пользователям почувствовать, что они важны, нужны, у них очень много выбора и так далее. Но те же самые маркетологи называют это синтетическим сахаром. Важным все равно остаются те фичи, которые являются необходимыми. Именно на этом принципе построен, например, agile. Он построен не на манифесте, а на старинном принципе бизнеса – quick fail. Давайте спустим в унитаз 1 миллион для того, чтобы знать, куда вложить следующие 10. Вот эти два квадранта – это вот тот самый миллион. Проба-пера быстро выскочили на рынок, получили обратную связь и начали тщательно уже переделывать весь тот legacy код, особенно если учесть, что подавляющее большинство разработчиков, не заморачиваясь, сразу пишут legacy код. Он не подвержен эрозии, он при рождении такой. Вот это вот наш MVP, с которым мы должны идти на рынок. Если продукт долгоиграющий, то вот эта штука становится smoke-тестами. Тесты, которые, вот та самая форма логина, о которой говорил Николай, запускаются каждый раз. Поломанный один тест – все, билд, неважно сколько вы над ним работали, когда вы его обещали выдать, он невалиден. Возврат. Сразу вопрос возникает, что делать, если в приоритетах куча задач, которые являются равновесными? Значит, надо делать те, которые самые дорогие для первого квадранта в первую очередь, и те, которые самые дешевые для второго квадранта. Ну, самые дешевые, понятно, это будет менеджмент от вас требовать, хотя по-хорошему я бы делал в таком же порядке, потому что это даст более жирный прототип, более жирную первую версию. Третий приоритет, мы уже говорили, это синтетический сахар, а вот четвертый приоритет – это кладбище фич. Непонятно, зачем они нужны, непонятно, как их сделать. Все, мы их победили, мы их не делаем никогда. Вот такой метод визуализации – это один из таких параметров зрелой команды. Чем больше практик, чем больше процессов визуализированы каким-то экстремально простым образом в виде простого графика, в виде вот того же самого квадратичного взвешения. Это модифицированный квадрат кантора – риск-вэлюэкост. Подуглите, очень интересный под ним базис. И чем больше вы сделаете вот таких вот простых наглядных вещей, как мы работаем, вот наша практика вот здесь – РТФМ, тем зрелее считается команда. Итак, зрелая команда. Ладно, кто хочет, сфотографируйте. Самый важный элемент. Продукт – это люди, компания – это люди. Других вариантов быть не может. Технологии, процессы, практики, приходящие, уходящие. Зрелая команда – это наше все. Естественно, как любое наше все, оно имеет свои признаки зрелости. Во-первых, у команды есть система ценностей. Не процесс, не набор практик, не фреймвек. Система ценностей – это то, что ты принимаешь душой. Потому что только система ценностей порождает внутреннее управление, которое в свою очередь порождает частичное самоуправление. Все мы знаем, что самоуправление абсолютно не бывает, это миф. Но внутреннее управление, оно позволяет срезать в продуктовой команде многослойные менеджменты и прочие-прочие слои, которые следят за тем, чтобы делали так, как нужно. И то, что нужно. Без этого не будет. Без этого продуктовая команда становится тяжелой, трудноуправляемой, подверженной эрозии. У всей команды одинаковое понимание роста, бережливости, понятие готово, понятие метрик, понятие визуализации, как мы визуализируем. Без этого никак. Самым важным здесь я считаю понятие готово. Потому что очень часто потребитель, идеолог и исполнители, у них совершенно разное понятие готово. Эпическое понятие готово для разработчика компилиться на моем компьютере. И оно эволюционирует, эволюционирует в пищевой цепочке. И заказчик это уже все. Я взял, понес своим конечным пользователям, заработал на этом деньги. Если у команды не будет такого же понимания готового, как у заказчика, фейл. Разделение уровней всего. Уровней управления. Оперативное, стратегическое, тактическое. Никто не занимается одним и тем же уровнем управления одновременно. То есть эдакий идеологический канбан в голове. То есть не перескакивает. То есть он идет в одном потоке задач. Разделение тестовых сред, разделение тестирования, разделение тестовых команд, архитектурное разделение и так далее и тому подобное. Все делится, все гранулировано. Гибкость. Причем гибкость не только, а давайте мы легонько тут быстренько поменяем в нашем проекте фичи, перепишем, это будет совсем другой продукт. Гибкость прежде всего в практиках. Меняются практики, меняются фреймверки управления, меняются паттерны принятия решений. Работа над ошибками. Команда зрелая работает над ошибками всегда, потому что любая самая зрелая команда ошибается тоже всегда. Она состоит из инженеров. Инженеры ошибаются. О работе над ошибками мы поговорим потом, но это не должна быть работа над ошибками в стиле скрам-зомби. Да, у меня все хорошо. Да, я ошибся, я виноват. Все, разошлись, следующий билд спикировал. Нет. Сотрудничество, а не конкуренция. В этом, как ни парадоксально, но книга Макаренко, педагогическая поэма читается как руководство по менеджменту трудными подростками, серечь программистами. Очень интересно. И вот коммуны, которые построены не на мифической, у нас здоровая конкуренция. Меня разрывает, что значит, кто за что конкурирует. Все прекрасно знают, что о зарплате каждый договаривается индивидуально. Я вас умоляю. Лидерство, а не менеджмент. Если вы ставите процессы менеджмента, но у вас не ставятся лидеры, то это превращается в гирю, которую очень трудно нести. Чем лидерство отличается от менеджмента? Лидер, он прежде всего умеет говорить «делай, как я». Он работает на опережение. Он что делает? У кого еще какие идеи? Что делает? Что делает лидер, но не делает менеджер в классическом понимании этого слова? Да, он работает через направление. Абсолютно верно. Плюс один в карму. Это управление через намерение. Он говорит, нам хотелось бы. Не встань здесь, слушай сюда, быстренько пошел, сделал за такое-то время. У нас есть такая-то цель, у нас есть намерение. Это нам позволит добиться вот этого, это нам позволит взять рынок. Управление через намерение. То есть, если вот кто-то на Эджел Бейскемпе слушал мой доклад про Ауфтракс Тактик, это целая философия управления через намерение. Команду зрелую не бояться. Скажу прямо, у меня был случай, когда отдел продаж попросил ваш континьюз деливери замечательный, один билд в неделю мажорный и куча мелких, остановить. Потому что, ну это невозможно терпеть. У нас показы, у нас продажи, а вы гоните ерунду. Это заставило задуматься и переделать полностью систему управления билдами. Система ценностей. Одна из самых главных вещей. Чужая боль. Каждая фича это чья-то чужая боль. Это чье-то здоровье, деньги, нервы и так далее. Если вы к этому не относитесь, если вам плевать, если вы не видите проблемы других людей, которые вы решаете с помощью вашего продукта, никогда, никогда вы не будете хорошей, зрелой продуктовой командой. Если вы видите какую-то ерунду, то вы как минимум повесите табличку здесь мины. Как максимум вы возьмете и исправите, измените билд, план билда, исправите и будете поддерживать это постоянно, циклично. То есть вы будете писать автотесты, которые вы запускаете постоянно, вы будете делать ревью для того, чтобы определить, соответствует этой архитектуре и дизайну. Это вещи, которые как чистить зубы. Не знаешь, как будешь сдаваться, как это должно работать и как понять, что оно на самом деле работает. Не делай. Ну, мы все нарушаем этот принцип. Себе ремонт мы так, как пишем софт не делаем, да, Равшанов и Джамшутов. Только так. Сначала подумал, потом взял обязательства, потом сделал. Как правило, подавляющее большинство людей сначала делают, потом думают, а потом говорят, ну, мне на самом деле на это нужно было две недели. Отсюда рождаются эти замечательные практики, которые мы видим постоянно. Friendly Driven Development, Google Driven Development, Overtime Driven Development, Fuck Up Driven Development и так далее. Проигрывай, проигрывай. Ну, не цепляйтесь вы за фичу, не цепляйтесь вы за практику, если она не работает, если она не позволяет вам добиться того качества, которое вам нужно, в мусор, даже если она нравится самому-самому главному человеку. Minimal Valuable Product. Никогда продукт не будет такой, как его хочет рынок. Сначала надо воткнуться в этот рынок, как правило, высококонкурентный, гениальные идеи, которые опережают время, рождаются очень редко. А потом уже цепляться как-то зубами на нем. Если команда не понимает, если она всегда хочет сделать что-то такое могучее и так далее, не судьба. Привлекайте тех людей, которые освобождают время. То есть надо понимать, что только потому, что сейчас перегрет рынок, там не хватает программистов, только потому, что мы не можем делать больше трех фич в неделю, нам надо больше людей. Кого попало? Нет. Из-за этого и рождаются недогуляные дети, недочитанные книги, недолюбленные жены. В результате те люди, которые действительно того стоят, они отвечают за тех, которых хочется бензопилой. «Если команда не видит запаха денег». Кто эту фразу сказал, кстати? Билл Гейтс. «Если команда не понимает, как идеи превращаются в деньги, она никогда не подорвется и не начнет генерировать идеи». Плохо видно, да? «Между задним местом и диваном доллар не пролетит». Это я читаю для тех, кто не видит. «Она никогда не подорвется и не начнет генерировать что-то позитивное». Двухшаговое мышление. Исправил, нашел проблему, исправил, либо жизнь поставила перед фактом проблемы, исправил. Молодец. Если ты не сделал что-то для того, чтобы эта проблема либо сходная с ней не возникла никогда в будущем, автоматизация, какие-то регламент прописал, поговорил с людьми, неважно, оторвал от дивана и сделал, ты не молодец. Всегда любая проблема, она имеет два шага решения. Если вы сделали один шаг, ждите воспроизводства проблемы в будущем. Команды больше пяти человек с самоуправлением заниматься не могут в принципе. Это научно доказанный факт. Все остальное – это маркетинговый мусор. Поэтому чем меньше рабочая группа, которая работает над фичой, тем на самом деле лучше. Если фича достаточно крупная, рассыпьте фичи, тем более это микросервисная архитектура – это очень модно. Пусть эти группы между собой заключат контракт и делают каждый свой микросервис. Думай головой, а не общественным мнением. У нас сжатое время, иначе бы я порассказал, какие иногда замечательные коллизии рождают дефолтные настройки, например, циски какой-нибудь очень-очень дорогой. Вот 50 миллисекунд, но переходные процессы и все. А 5 миллисекунд на самом деле работает, только надо в мануалы закопаться. Всегда не доверяй. Рене Декарт говорил, что надо критически относиться к всему. Разумный альтруизм. Опять минимум валюбл продакт. Никогда не получится сделать весь мир счастливым. Надо делать только ту часть, которую вы можете сделать, иначе несчастны будут все. Никогда не наказывайте за ошибки. Работайте над ошибками. Позволяйте ошибкам не просочиться. Делайте так, чтобы ошибки не просочились на бой, но давайте людям ошибаться. Без творческой работы нет инженерной работы, без творческого мышления. Без инженерной работы нет ошибок. Ошибка – это наш неприемлемый атрибут. От зрелости команды зависит от того, как будут построены процессы, чтобы эта ошибка не пролетела на бой и не стоила команде кучу денег. Планируй, а не планируй. Все планы пишут на отвяжись, потому что надо отчитаться еженедельно перед дядей. Но не для того, чтобы просто освободить сознание и впилиться только в одну задачу. При этом, будучи уверенным, что ты, когда закончишь эту задачу, всегда знаешь, что делать дальше. План нужен для того, чтобы сознание освободить, а не для того, чтобы перед менеджером освобождаться. Он тебе нужен. Вы выбрали какой-то инструмент, он у вас не работает, кто виноват? Инструмент нет, вы виноваты, вы его выбрали. Или учитесь им пользоваться или меняете, проигрывая – проигрываете. Если вы хвастаетесь процессами, которые у вас внедрены, если вы хвастаетесь вашей супер-пупер командой, но вы не хвастаетесь и не гордитесь продуктом, который вы делаете, это, наверное, говорит о какой-то болезни. Прозрачная однозначность – это значит все прекрасно понимают, почему, как, все знают, где это посмотреть. Это значит, что команда вскрыта, она препарирована, способ ее работы препарирован для всех, для всей компании. Без этого никак. Готовьтесь к худшему всегда. Если у вас всегда есть радужные планы, но нет планов отступления, вас ждет фейл. Вместе, а не вместо. Особенно это касается архитектурных решений. Как делается рефакторинг? Берется большая куча легоси-кода, перелопачивается и отхватывается 100-500 багов. Почему бы рядом не сделать экземпляр? Просто через фичи свитчинг вынести отдельный микросервис или микрофичу, которая просто часть трафика на себя зарулит и получите обратную связь. Прошу прощения, обратную связь, как это все работает на продакшене. Вот Дима Миндра меня когда-то критиковал. Да, но ты же получишь дерево нехороших вещей. Если это микросервисная архитектура через общую шину и контракт, то это просто новый микросервис. Уровень компетенции плюс один. Меня разрывает, когда говорят, что любой зрелый разработчик должен уметь быть менеджером. Нет. Принцип уровень компетенции плюс один говорит о том, что у разработчика есть возможность свою компетенцию в управлении, в тестировании тоже проявлять. В армии, конечно, все дураки, но говорить начинают всегда младшим по званию, когда начинается обсуждение. То есть он имеет возможность проявить свою компетентность. И уже от того, насколько он компетентен, он через год будет говорить как старший лейтенант или как капитан. Обоснованное бесстрашие это вот то самое команду не бояться, о котором я говорил. То есть это должно быть подкреплено чьей-то экспертизой. Лучше, чтобы это была экспертиза робота. Понятно, что жизнь говорит нам, что это будет экспертиза робота, то есть часть автотестов, часть людей. То есть тестировщики тоже ошибаются. Их тоже нужно тестировать. Например, многократным тестированием. Архитектура – это тоже ценность. Если это не является ценностью для команды, а ну вот мы делаем так, потому что сложилось, ждите беду. Процессы и практики – тоже ценность. Перфекционизм, а не перфекционизм. Это в комбинации с проигрывая проигрываете. Как говорится, что я был настолько перфекционистом, что даже самые плохие вещи я доводил до полного звездеца. Вовремя нужно уметь останавливаться. Система ценностей – это сама по себе большая ценность команды. Ее развитие, ее пополнение, ее гигиена и чистота – это тоже работа команды. И вы свои можете придумать какие угодно системы ценностей. Теперь архитектурно. Это я буду об этой красоте или не очень красоте говорить завтра, когда буду рассказывать про Continuous Delivery. Визуализированная архитектура – это штука, которая является неотъемлемой ценностью каждой команды. Я читал тренинги, я приходил в гости. Вот у нас там проблема. Не глянешь ли нас в скелетон? Покажите мне ваш скелетон. Они открывают IDE. Я говорю, вы что, с дуба упали? Покажите мне ваши потоки данных и как вы принимаете решение на уровне квадратик, стрелочка, кубик. Без этого никак. Я не буду разбираться в этом коде. Я в нем не пойму. Вы в нем через два года ничего не понимаете. Вы хотите, чтобы я за две минуты в нем разобрался? Как мы видим, какая это архитектура? Микросервисная. Шина ее поколения, вместо они вместе. Разные один и тот же, одна и та же фича, видите, в нескольких, задвоен поток данных. Когда-нибудь может даже модели данных сойдутся. Визуализация – это наше все. И шлифовка практик визуализации – это очень могучая штука для команды. Основная проблема. Очень много людей являются лириками, они инженерами, и они просто пропадают, когда начинают серьезные вещи. Ну, отлично, пропали, и фиг с ними, значит, не ваши люди. Когда говорят о процессах-практиках, и говорят, что мы там внедрили, мы что-то поставили, меня просто разрывает. Такие вещи, они взращиваются. Они взращиваются, иначе человеческий фактор будет работать всегда. Без внутреннего управления ни одна практика никогда не работает. Жизненный цикл фичи. Пофотографируйте, кто хочет. Самая важная метрика любого продукта. Как долго идея превращается в рабочий код? Как долго идея превращается в деньги? Это самая главная метрика, я считаю. Итак, как жизненный цикл происходит в моей команде? Идея превращается в некую цель. То есть, чего мы хотим добиться? Как мы хотим заработать деньги? Естественно, цель всегда сопровождает такая штука, как критерии. То есть, как мы убедимся, что мы достигли этой цели? Какие мы получим последствия? Какую ценность она будет нести для рынка и для нас? Естественно, делаются, вспоминаем, не знаешь, как сдаваться, не делай. Сценарии поведения и приемки. В реальной жизни они сращиваются и становятся сценарием тестирования. То есть, на самом деле, в них очень много. И алгоритмы, которые… Вот, кстати, вот здесь программирование, сценарии поведения. Если вы начинаете программировать в коде, то ждите беды. Ad hoc development. После чего начинает прорабатываться решение. Причем решение – это не только логика поведения, не только интерфейсы, но и практики, фреймверки и так далее и тому подобное. Это прототипы. Естественно, нужно погулять, подумать о своем решении, поэтому ревью сценариев делается через шаг после того, как они были разработаны, когда у нас уже есть решение. Да, это сознательная практика. Да, очень часто решение переделается. Но если вы ревью начинаете делать сразу после того, как родились сценарии, то они у вас всегда будут хорошие. Надо переспать с этой мыслью. Только после этого, когда уже есть подробное техническое решение, появляется обязательство. То есть сколько это стоит? В попугаях, в часах, неважно. После чего начинается реализация, написание кода тестов, в том числе автотестов, ревью всего этого стека артефактов, в том числе ревью практик. И практика может отмереть, практика может измениться. У меня на одном мажорном билде стратегия тестирования переделывалась раза три за полгода. Был такой длинный билд, связанный с миграцией данных, потому что мы в корне меняли архитектуру модели данных. После чего начинается тестирование разработчикам на своей деф-среде по тем тестам, которые разработал тестировщик. После чего тестировщик на деф-среде начинает, опять-таки я привожу термин деф-среда, разделение сред. Деф-среда, тест-среда, зеркало, бой. Тестировщик начинает тестировать на деф-среде по этим же тестам, то, что уже разработчик протестировал и починил. Тестирование тестировщиком на тестовой среде, тестирование другой командой тестировщиков на зеркале. Зеркало – это с аппаратной точки зрения, как бой, и по объему данных, как бой, просто данные выхолощены. Там можно проводить нагрузочное тестирование и смотреть всякие переходные процессы. План выкладки, то есть пошаговый сценарий, как мы будем выкладываться, как мы будем делать мир счастливым. Естественно, план отката. Что делать, если мы выложились, и это неуспешно? Готовимся, репетиции, настраиваемся, пьем нервные капли, предупреждаем о возможных факапах и так далее. Выкладка в зависимости от модели деливери – это то ли обновление кода, то ли переключение между платформами, то ли внутреннее переключение между нодами. Завтра об этом подробно поговорим. Тестирование, как правило, автоматизировано. Если приходится на бою делать ручные тесты, это как минимум повод к тому, что у вас следующий релиз – это релиз автотестов для этого билда, который возьмет и закроет вам идею с тестированием конкретно этой фичи навсегда. Ждем, наблюдаем, смотрим, что происходит, статистику различную и так далее и тому подобное. Анализируем логи, обрабатываем отклики. Например, кто-то начинает верещать, как циркулярная пила, вы мне все поломали и так далее и тому подобное. Чиним баги, если они есть. Анализируем использование, как пользователи нашими фичами пользуются. А дальше идет развитие или смерть. То есть фича либо появляются новые идеи относительно этой функциональности, которые проходят по такому же циклу, либо фича умирает. Собственно говоря, каждый шаг обязателен с точки зрения принятия решения, мы по нему идем или нет. Даже если фича простая, что-то проскакиваем, но как минимум мы должны принять взвешенное решение, что мы делаем, пропускаем это осознанно. После этого вы можете считать себя конан-варваром. И здесь есть одна большая серьезная проблема. Эта штука не работает, когда команда вот такая. Эта штука работает, когда команда вот такая. То есть не команда звезда, вернее не команда звезд, а команда звезда. То есть люди, которые друг друга должны понимать. И система ценностей запилена под то, чтобы эти люди друг друга понимали, а не каждый сам по себе был красивый. Они все вместе должны быть крутые и красивые. Для этого система ценностей. Что дальше? Вот у вас появился набор всякого хорошего. Дальше начинается наработка паттернов и антипаттернов. Я не буду их комментировать, они говорят сами за себя. Впереди, безусловно, позитив, на втором шаге негатив. Единственное, я бы хотел прокомментировать раннюю сдачу против ложной гордости. Ложная гордость – это источник того самого овертайм-древен-девелопмента. То есть когда стыдно признаться, что ты совершил ошибку. Например, ошибку в оценке. Протест и сопротивление тоже хотел бы прокомментировать. Протест – это когда вы говорите, а все плохо. А сопротивление – это когда вы делаете. В данном случае, я неправильно порядок поставил, сопротивление – это хорошо. Протест – это хорошо, но не так хорошо, как сопротивление. Запах денег. Если команда не понимает WMFM, where is my fucking money? Если команда не понимает, откуда берутся деньги, то она начинает делать странные вещи, принимать странные решения. Проверена практика, сам такой. Больно против грязи. Один умный человек сказал, что, к сожалению, с грязью приходится мириться. Но надо сделать все. Вот зрелая команда – это та, которая делает все для того, чтобы дети у грязи не появлялись. Но допускает появление грязи. Тем более, что quick win очень часто – это единственно возможный бизнесовый подход в завоевании рынка. Самое главное – не любой ценой. Ну вот не любой ценой. 50 тысяч боев за 2 или сколько там, за 4 года. Никаких, если вы платите за овертаймы, вы убийца своей команды. Отправляйте людей отдыхать, побуждайте их, чтобы не было овертаймов. Выстраивайте так, чтобы овертайм считался ЧП, а не средством заработка. Иначе смерть. Люди устанут, выхолостятся, выгорят и начнут принимать странные решения. Итак, вот вы построили систему качества, вы следите за жизненным циклом, вам нужно развиваться. Это тяжелый труд. И я хочу вам на этом пути тяжелом пожелать, чтобы вы воевали не в рандоме, а в составе ветеранского клана, поблагодарить за внимание, выдать вам пятничных котиков. Делайте спокойно все эти вещи, не нервничайте, у вас не будет все получаться сразу. Здесь меня можно найти. Итак, вопросы. Спасибо за деплату. Вопрос на тему ценностей. Можете поделиться своим опытом, как у вас происходило их взращивание? Через ошибки. Ну и это было… Через ошибки. Внутри команды, через ошибки. Вот спасибо, как у вас, Кирилл. Замечательный вопрос. Есть такой хороший способ рут-кос-анализ. 5 почему. Многие его, наверное, пользуют. Потому что, как выглядит работа над ошибками? У нас там была проблема, потому что там пропустили тестировщики. Ну, отлично, хорошо. Значит, тестировщик АМАИ. Почему пропустили? Почему тестировщики пропустили в третий раз? То есть, надо докапываться вглубь. И вся система ценностей, она рождалась именно через боль. Факапили, садились разбираться, почему на факапили. появлялась некая система ценностей. Думай так, а не иначе. Еще вопросы, комментарии? Да, я вас слушаю. У меня такой вопрос. Если представить, что молодой разработчик, это какая-то кусеница, из которой после... Это ребенок. Трех лет. В нем вырастет бабочка. Это пациент. Вот. Но некоторые разработчики, они остаются кусеницами, и бабочками не доедаются. Я повторю вопрос, кто не слышал. Как быть, что разработчик, окуклившись в своем сознании, в самом начальном этапе своей карьеры, из этой куколки не выбирается, не становится прекрасной бабочкой. Как гадкий утенок, не становится прекрасным лебедем. Но значит, у него есть потолок. И рано или поздно, если он начнет работать в команде, которая делает серьезные вещи, то получается за его невозможность и нежелание вылупиться в бабочку, начнут отвечать те люди, которые давно уже, не то что бабочки, а находящиеся в нерване бабочки, медитирующие над кодом. Я ответил на вопрос, произойдет отторжение, рано или поздно, либо команда его отторгнет, либо просто, ну, исходя из принципа разумного альтруизма, избавитесь от этого человека. Да? Комментарии и все остальное просто не заключается, просто потому, что это плохо. Вот. На самом деле, я хочу сразу ответить на незаданный вопрос. Вот там был слайд про архитектуру, а где то ведро вермишели, которое есть в любой команде? Оно там просто не нарисовано, не поместилось, оно есть. И вот там весь код и авторитетов нет. Любой код, если кто-то начинает кому-то код из разработчиков, код его нравится даже через год, для меня это серьезный повод усомниться в его компетентности и в его росте. Мне мой код не нравится через неделю. Вот. Поэтому если кто-то начинает на свой код молиться или молиться на чей-то код, это не здорово, это надо лечить. То есть... А? Ну, оно же меняется. Вон во FreeBSD закрыли бак с 1978 года висящий. Да? Правильно понимаешь, что вы строили команду с нуля? Да, была базовая система ценностей. Вопрос повторю. Правда ли, что команда была построена с нуля? Да. Это мой серьезный карьерный шаг, когда я ушел с девелопмент-директора с командой в 120 человек в команду из трех разработчиков, включая меня. И там пришлось все поднимать с нуля. Базовая система ценностей, базовые практики, базовые процессы естественно были. Потом вся компания росла и команда росла вместе с ней. Мы каждый день достигаем того процесса, который мы считаем хорошим. Но через полгода мы балансируем мячом на палубе, нам рынок бросает новые вызовы и нам процесс приходится менять. Не бывает процесса хорошего или плохого. Бывает тот, который устраивает здесь и сейчас. Он у вас заработал сам? Нет, конечно. Естественно, был период, черный период овертайм-дривен-девелопмента. Прошел приблизительно год. Особенно перестройка аутсорсингового мышления на продуктовую модель это тяжелый, серьезный процесс. Я прошу прощения, вот там подняли руку раньше. Я ответил на ваш вопрос? Выезд, пустя год, пустя, в принципе, как разнорелый. Да. Да. И периодически происходит обновление команды и обновление процессов системы ценностей. Как вы считаете? Можно построить команду без лидеров? Нет, конечно. Самоуправление – это миф. И любая даже самоуправляемая команда, все прекрасно знают, да, из кого она состоит. Лидер, две рабочие пчелы, тролль 80-го уровня и брызгун идеями. Поэтому чудес не бывает. Я ответил на вопрос? Да. Я прошу прощения, ваш вопрос. Да, в большой компании много маленьких команд, часто ротация происходит. Как вы этими ценностями оперировали? Я в принципе поддерживаю, чтобы у каждой команды там свои ценности были. Ни в коем случае. Нет? Ни в коем случае. Современная компания, и вот там у нас есть люди, которые работают в Spotify, тут есть люди, которые работают в других крутых компаниях. Они построены, вот у меня компания построена по тому же принципу, это метод рабочих групп, матричная структура, есть такая наука даже, теория организационных структур. Так вот, современные IT-команды построены по матричной структуре, то есть все со всеми могут быть связаны, плоские архитектуры, как правило. Но рабочая группа, над фичой собирается рабочая группа, в которую может входить владелец бизнеса, разработчик, тестировщик, менеджер отдела продаж, поддержка, железячники и так далее. Рабочая группа, это те, которые работают над фичой. В какому они подразделению относятся, к какой команде? Устоявшаяся команда со своей системой ценностей, это заноза, это боль. Если вам нужно, например, команды сшить между собой, навалиться всем вместе над какой-то одной большой фичой, люди приходят с разными системами ценностей и они мыслят по-разному. Нет, нельзя этого делать. Микс, микс, микс. Вот, 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 как раз вот, вот. Вся яркая индивидуальность, я думаю так, а я думаю так, я сторонник этой архитектуры, а я сторонник этой архитектуры, она должна остаться в кино. Реальная жизнь диктует вот такие вещи. Ух ты, три одновременных руки, но там был первый. Вопрос по консистенции разработчиков. Вот вы сказали, что за такой-то мудрой уровень не обязательно разработчик должен становиться маленьким. А если кто-то подошел и он стал, то в его сферу обязанности входит в прорывы людьми. Насколько падает значимость, точнее как, даже и так вопрос, насколько, сколько теряет в оценке компетенции и как ему развивать свои скиллы, как понимание разработчиков, как ему оставить я повторю вопрос для тех, кто не слышал. Как быть, если разработчик эволюционировал до менеджера и как ему не потерять его инженерные скиллы? Отвечаю. Ну, был такой, есть такой литературный анекдот, был хороший, вот я говорил про непрерывность, когда одного генерала российской кавалерии, когда 85 лет ему было, у него родился очередной сын, как две капли воды на него похожий и уже трудно какого-то корнета заподозрить. Его спрашивают, но как ваше превосходительство? Он говорит, если вы хотите делать что-то хорошо, делайте это постоянно. То есть, надо, чтобы менеджер был вовлечен в инженерную работу. Это ответ на вторую часть вашего вопроса. Ответ на первую часть вашего вопроса. На самом деле, что значит он эволюционировал до менеджера? Самый раз последний джуниор, самый нерадивый, он является менеджером своего маленького проекта, в котором точно такие же взаимоотношения заказчик-исполнитель, точно такой же менеджмент, только в масштабах себя самого. И на самом деле, хорошему зрелому разработчику до менеджмента таких, как он, себе подобных дорасти несложно, потому что он себя менеджит. Он разработчик высококвалифицированный, потому что он умеет себе приоритизировать, планировать, увязывать задачи, коммуницировать с другими людьми. Он же работает не в вакууме, правильно? Поэтому проблемы это не возникает, но как раз до уровня масштабирования, до уровня, допустим, пяти человек. Дальше, да, дальше уже начинается большая специализация. По себе скажу. Я вернулся в инженерную работу и периодически я с нее соскакиваю, ведомым разработчиком ухожу в билд. Уходите в поля. Это у японцев есть шикарная тема. Опыт через действие. Уходите в поля, пусть топ-менеджер встанет на конвейер. Тогда вы и бэкграунд свой поддержите, и сможете лидерские качества показать. А, делай как я. И не потеряете то, что вам нравилось, то, с чего вы вошли в IT, ради чего вы в него пришли. Да. Так, я прошу прощения, девушка поднимала руку, извини. Я о них только что рассказал. Вот это вся система ценностей, это я не придумал, это я не в книжках, это усеченный вариант, то, что я пишу каждому человеку, который, у него первые 3-4 листа рабочей тетради, которые ему вот даются, они система ценностей, следующий это рабочий цикл. здесь он текстовый. Так, вот они, пункты АБВГ, под каждый из этих пунктов есть шикарная плохая история, которую я просто, если все начну рассказывать, мы здесь до завтра оставим. Более конкретно, нельзя выбивать нескольких. Да, есть принцип социалистического общежития, раз в две недели все, что есть в холодильнике и есть риски, что оттуда полезут дрозипунцы, выбрасывается, если об этом речь. Да, допустим, перескакивать, невзвешенно перескакивать с шага на шаг в жизненном цикле, нельзя не делать ревью. Если ты делаешь ревью у технологического лидера, есть ошибка замыленного взгляда. Если ты делаешь ревью функционального лидера, в любой команде есть лидеры по фичам, по технологиям, по зонам рынка, правильно? Соответственно, если вот ты сценарий поведения какой-то фичи делаешь у лидера направление, допустим, сценарий платежа с 3DS, ты делаешь у того, кто этот 3DS разрабатывал, тот, который является лидером, это риск и так далее. То есть, такие вещи нельзя делать. Я ответил на вопрос? Да. Как поступать с конфликтами интересов, которые могут произойти? Что такое конфликт интересов? Ну, допустим, в том числе, вот, какую-то фичу, если там с точки зрения менеджмента, ее нужно заделивать в срок. С точки зрения разработчиков, можно более качественный код написать. мне показывают, мне показывают, что все, останов, я могу ответить на этот последний вопрос, либо мы прекращаем. Вопрос заключается в том, как быть с конфликтом интересов. Если топ-менеджер либо менеджер достаточно высокого уровня уходит в поля, то его фича будет всегда впереди планеты всей. Нет. Есть единый, это принцип разделения ответственности. Вот у нас есть, скажем так, комитет, который совместно принимает порядок следования и любое изменение приоритетов, если оно, например, по вине разработчиков, ну вине в кавычках, повод, разработчики говорят, не успеваем или случился возврат, например, возврат зрел зеркало, ЧП, но бывает, то значит собирается опять этот комитет и принимает решение о перестановке приоритетов и между собой владельцы фич должны договориться, они общаются, радость человеческого общения, просто так взять, прийти и сказать, что я директор, поэтому у меня есть фича, давайте ее протолкните вверх, вперед, по плану нет, такого нет, это вопрос гигиены и вопрос ухода в поля, что ты не можешь применять двойные стандарты, если ты приоритеты расставляешь вот так, а не иначе, вот там бустим, квадратичным взвешиванием, а потом начинаешь приоритеты менять, как тебе правая пятка захотела, то тогда принцип гигиены, ценность гигиены будет нарушена. Хорошо, я ответил на вопрос? Практически, ну если что, в куларах подходите. Все, еще раз свои контакты брошу, если у кого-то возникли вопросы, или послевкусие какое-то возникло, захотелось поговорить, обсудить, поругать, прокомментировать, задать вопрос, пожалуйста, я отвечу. Спасибо большое. Спасибо.